В Ненецком округе продолжается первый этап Всероссийской Олимпиады школьников. Интеллектуальные занятия проводятся среди учащихся с 4 по 11 класс по 20 общообразовательным предметам. Тему продолжит Александра Литкова. Сильнейших будут выявлять в таких дисциплинах, как общество знания, английский язык, право, астрономия, физическая культура и биология. Затем и остальные школьные предметы. При этом ученики младших классов пишут работы только по математике и русскому языку. Школьный уровень не предполагает каких-то очень сложных заданий, нет практических туров. Поэтому здесь попроще в плане того, что только чисто теоретический, кроме физической культуры. Там обязательно практический тур. Муниципальный и региональный уровень там, конечно, уже посложнее. Добавляются где-то практические туры. Ну и, конечно, основное у нас, где задания разрабатываются федеральным центром, это региональный уровень. Там практически каждый предмет состоит из двух туров – теории и практики. Школьный этап Всероссийской Олимпиады проходит на площадках учебных заведений. Его организатором является Ненецкий региональный центр развития образования. Занятия проводятся с целью выявления и развития у обучающихся творческих и интеллектуальных способностей, интереса к научной деятельности, развития пропаганды научных знаний по различным предметам, отбора самых способных в составы сборных команд России для участия в международных олимпиадах. Если мы говорим о более младшем звене, для них это попробуют свои силы. Вот пятый, шестой класс, потому что для них только школьный уровень. Учащиеся с седьмого класса там уже переходят на муниципальный уровень. А с девятого класса они могут участвовать в региональном уровне. И, конечно же, если ты становишься победителем или призером регионального уровня олимпиады, это и шанс поучаствовать во всероссийском, пройти уровень, если достаточно баллов наберет учащийся. Но и также это бонус при поступлении, дополнительные баллы по соответствующему предмету. В рамках школьного этапа Всероссийской олимпиады, который завершится 29 октября, в регионе также состоятся олимпиады по ненецкому языку и краеведению 15 и 22 октября. Кроме того, школьники округа смогут поучаствовать в олимпиаде по краеведению и родным языкам, которая пройдет 30 октября.